Мария Логинова неустанно шла к заветной сотне в течение двух лет. Еще бы! Вышибал мечта любого абитуриента. А как по-другому? За этими цифрами кроется целая жизнь, будущее. Заветный трехзначный результат у девушки по биологии. Задачи по генетике, строении тела человека, животный мир. За плечами десятки часов по изучению науки. Признается, без поддержки преподавателей и родителей не справилась бы. Впереди поступление, выбор пал на медицинский университет. Специальность – фармакология. Я очень удивилась, потому что когда мне мама позвонила и сказала, что у меня ступалов, я была в лагере, где не было интернета. Но я была на подработке. И когда она мне набрала, я уже не помню, что сказала, а мама говорит, ты начала радоваться и говорить, ура, моя соточка! А Полина Смирикова с детства влюблена во Францию. С третьего класса она изучает язык, на котором говорят 112 странах мира. Хоть иностранный, вспоминает Полина, давался легко. Забирая сертификат с цифрой 100, до последнего не могла поверить в такой результат. Я получила СМС от РИКСа, а потом уже, когда поняла, что это сотка, когда подошла к папе, к маме, они такие, да, точно, 100, все, не волнуйся, все нормально. Я планирую поступать в НГЛУ на факультет международных коммуникаций с французским языком. Анастасия Федорова писала все пробные тесты на 70-80 баллов. На основном же испытании собралась и выдала потрясающий результат. 99 баллов по истории Беларуси и 100 по всемирной. Что стоит на странице дневника, сами понимаете. С университетом уже определилась, документы будет подавать в БГУ. Исторический факультет, специальность регионоведения. Меня интересовала не только история, но и политика, и поэтому я выбрала регионоведение. Моя цель – это просто, чтобы мне было интересно учиться и интересно работать. Мой учитель меня заинтересовал историей, и я всегда участвовала в Олимпиадах. В РИКС уже подвели предварительные итоги этого года. Так, 100 баллов по одному предмету набрал 361 абитуриент. 22 человека получили максимальную отметку одновременно по двум дисциплинам. Одна девушка и вовсе написала все три теста на высший результат. Напомним, на 16 июля намечен резервный день для сдачи ЦТ. В этом случае абитуриенты смогут забрать свой сертификат с 21 числа.